Допустим, я частный предприниматель и захотел открыть собственное аддитивное производство. Мне окупается просто никогда. Я должен понимать, сколько должен платить таким специалистам. Какая средняя зарплата по рынку у аддитивщиков? Мы говорим о Москве с вами сейчас? Да. Я думаю, от 80 до 100 тысяч. Меньше смысла нет. Если говорить в диапазоне от 80, то какой максимальный предел или его нет по Москве? Если хороший сотрудник, я могу ему и полмиллиона условно платить. Смотря чем сотрудник будет заниматься. Если у этого сотрудника будет 18 рук, тогда да. Я думаю, вы таких не найдете сегодня. Понимаете, здесь стоит придерживаться следующего правила. Когда специалист идет работать на завод со старыми зелеными станками, он видит то, в каком состоянии производство. Я немножечко утрирую, чтобы вы понимали и прониклись. Он не сопоставляет себя с какими-то высокими технологиями. И по этой причине не ждет, наверное, от работодателя какой-то высокой оплаты своего труда. Когда же мы говорим о специалистах, чаще всего молодых, которые выходят после вузов, или, возможно, после прохождения каких-то обучающих курсов по аддитивке, выходят работать в чистое помещение, в чистое красивое помещение, то в этом случае они все-таки должны рассчитывать на несколько иную оплату труда, потому что они собой олицетворяют определенные инновации. Все прекрасно понимаем, что инновация – это и риск, и одновременно с этим, если инновации правильно подобраны, правильно инвестированы средства, то эти инновации могут очень быстро привести вас к хорошему благосостоянию, вывести вас в лидеры, стоит понимать. И поскольку эти люди являются неотъемлемой частью инновации, они сами рассчитывают, вы должны рассчитывать, что эти специалисты должны оплачиваться достаточно хорошо. До бесконечности повышать зарплату, безусловно, смысла никакого нет. И даже сегодня, честно говоря, на рынке есть аддитивных технологий, есть компании, которые выдержали, вот этот 2020-2021 год, прошли дальше и развиваются достаточно неплохо. В том числе благодаря тому, что одни из компаний, которые не выдержали этого, закрылись, специалисты высвободились, и эти специалисты перекочевали в другие компании. Допустим, я беру выпускника своей специальности, электропривод и автоматика. Сколько времени ему нужно, чтобы постичь базу аддитивных технологий? В плане проектирования или работы? Работы. Работы. Ну, опять-таки, все зависит от той технологии, с которой этот специалист связывает в ближайшее будущее. Если это достаточно простая нишевая технология, то в этом случае потребуется несколько недель. Получить удовлетворяющий все аспекты бизнеса опыт, конечно, можно спустя несколько месяцев работать. Но для начала, для первичного ознакомления, для первичной работы достаточно несколько недель вполне. Также меня очень беспокоит качество выпускаемой продукции. То есть ГОСТы, стандарты, существуют ли они в нынешних реалиях? Ну, это действительно достаточно больной вопрос на сегодняшний момент, поскольку ГОСТы разработаны, но они не охватывают абсолютно весь спектр продукции аддитивной. Когда это произойдет, сложно сказать, когда полностью все ГОСТы будут приставлены и на материалы, и на технологии полностью. Но в этом смысле ведется работа госструктурами российскими. И еще есть вопросы, связанные с сертификацией. Наверное, один из самых больших серьезных вопросов – это сертификация. То есть вы не можете выпустить продукцию, соответственно, после принтера, чтобы эта продукция стала покорять космос, небо или что-то еще. Правильно? Ее необходимо правильно сертифицировать. В этом тоже есть определенные вопросы. Есть там буквально несколько организаций, которые сертифицируют, но опять-таки с аддитивными технологиями все гораздо сложнее, чем с серийной продукцией. Получать продукцию из ряда в ряд проектов по 3D-печати одного и того же качества не всегда получается. Поэтому здесь, конечно, нужны стандарты. Как Вы считаете, можно ли обучать уже аддитивным технологиям в школе? Конечно. Конечно. Это ведется, эта практика уже ведется. Начиная от 3D-ручек. Наверняка все знают о них. Это, наверное, самый простой, самый легкий путь вхождения в аддитивные технологии. Сейчас существует такая тенденция, что 3D-принтер плавно становится неотъемлемой частью любого учебного заведения. То есть, в частности, из школы. Самым популярным материалом, который встречается, является ABS-пластик. Вот. Но есть ли ему альтернатива? То есть, и насколько она дешевле или дороже? И есть ли возможность купить этот материал в Российской Федерации, исходя из реалий, то есть бюджета школы? Ну, я бы, наверное, для школьников предпочел бы другой материал, полилоксид. Обычно используется биоразлагаемый, который делается из кукурузного крахмала. Вот. Этот материал был очень популярен и сейчас популярен в Европе. Он оттуда пришел и начал покорять себя, в том числе, пользователей 3D-принтов Российской Федерации. И вот все-таки для школьников я бы рекомендовал его. Второй материал, который не имеет некоторых недостатков полилоктида, это материал ПЭДЖИ. Вот. Его тоже можно использовать. Материал, бутылки представляете, пластиковые, да? Вот. Их даже некоторые умельцы стараются, значит, пытаются, получается, перерабатывать. И из этих бутылок снова создают полимерную нить. Ее используют. Да. А АБС-пластик, я почему хочу коснуться все-таки этого вопроса немножко поглубже. АБС-пластик требует к себе достаточно такого хорошего внимания и правильного температурного диапазона работы принтера. И полностью закрытой камеры. Вот. И от других ухищрений далеко не всегда производители принтеров удовлетворяют этим критерием своих принтеров. Поэтому некоторые пользователи, которые, возможно, прочитали, что этот принтер может работать с АБС, на практике сталкиваются с определенными проблемами. Вот. То есть школа все-таки пока без АБС-пластика. Все-таки АБС-пластик, он еще имеет пары при производстве, которые не очень полезны. А университеты? Вернее, вредны. А университеты могут при должном оснащении лаборатории. Конечно же, это фильтрация, вентиляция обязательно воздуха. То есть его такие принтеры не желательно ставить в помещении без вентиляции. Вот. Хотя, по идее, это офисное устройство, которое могут стоять в комнате вместе с инженерами. Теперь у вас вопрос, Андрей, прошу прощения, перебиваю. У вас вопрос был в отношении стоимости, да? И можно ли их приобрести, эти материалы, в России? Конечно, они производятся в России. Да. Российские производители филамента, они закупают сырье. Раньше в Европе закупали, сейчас стараются приобретать в Азии. Вот. Закупают сырье там. Гранулы из этих гранул уже производят в России материалы. Некоторые пытаются какие-то материалы синтезировать самостоятельно здесь. Там, инженерная и высокоэксплуатационная пластика. То есть в России эта индустрия есть. Можно примерно, опять-таки, стоимость этих материалов. Стоимость? Ну, а тысячу рублей выше. Сидет за килограмм где-то. Это действительно доступная технология для школ, для университетов вполне. Теперь, вот вы рассказали про умельцев, которые делают нити. Можно ли изготовить 3D-принтер в домашних условиях? Да, конечно. Насколько он будет точен? Как вы считаете? То есть, какие требования изначально должен предъявлять, ну, назовем инженер Вася, да, который это с нуля решил сам это сделать? То есть, какие требования предъявляются к 3D-принтеру? Вот основные. Ну, самое главное, чтобы вот этому Васе, чтобы он горел, и ему хотелось создать принтер. Если это есть, вот если этот огонь горит в глазах, то у него обязательно получится. Есть огромное количество обучающих роликов в интернете, и видео, и просто описано на форумах, как это можно делать. Здесь стоит понимать, что вне зависимости от того, какой принтер хочет создать Вася, стоит понимать, что принтер это конструктор. Который состоит из абсолютно понятных элементов. Там, электродвигатель, направляющий, если есть лазер, соответственно, лазерный источник, сканадер и так далее. Корпус. Сделать его максимально точным и задружить его с программным обеспечением, вполне реальная задача. Ну, для определенной технологии. Если мы говорим о филаменте, то эта точность будет определенная. Не лучше, например, какого-то показателя. Не хочу сейчас о цифрах конкретных говорить. Если мы говорим о лазере, то точно так же. Но вся сложность возникнет тогда, изготавливая свой принтер для себя лично, доводя его до совершенства. Или вы хотите сделать на 3D принтерах бизнес. И тем самым создать, возможно, компанию, которая будет их производить серийно. И вот в этом большая сложность. Когда вы хотите обеспечить постоянство точности и производительности ваших принтеров от первого и до следующего номера. Ну, тут речь скорее для себя. А есть ли в этом смысл? С точки зрения, как хобби, ну, зачастую у нас люди, как бы, можно, в принципе, и машину не ремонтировать. Можно отвезти ее на СТУ и там тебе ее починят. Ну, многие идут в гаражи, покупайте гаражи, и там могут день-два ковыряться, перебирать двигатель и так далее. То есть, вы правильно сказали, что делаем желание. Но плюс еще может получиться так, что проще, дешевле собрать самому. То есть, опять-таки, на Алиэкспрессе очень дешевые комплектующие. То есть, для собственных нужд, пожалуйста. Вполне, я это допускаю. Если это хобби, то здесь независимо от того, сколько вы зарабатываете на основном месте работы, то хоббисты, они это своеобразные люди, для которых важно сделать что-то своими руками. Независимо от того, какие вложения. По факту, вложения могут быть даже больше, чем если бы вы принтер приобретали в Азии, допустим. Вот. Здесь стоит оценивать то, с каким подходом вы идете к изобретению своего принтера. Если вы хотите потешить свое самолюбие, или как хоббист изготовить что-то своими руками, для вас это важно, то окей, это супер. А если вы проектируете свой принтер для бизнеса, вот здесь я бы задумался. Действительно, я бы задумался. Понимаете, почему? Определенно, что для изготавливаемого принтера есть какие-то условия, какие-то стандарты, которые необходимо соблюдать. То есть, в домашних условиях сборки достаточно трудно это все сделать. И это тоже. И это тоже. Но один из важных моментов, который здесь следует понять для себя, уяснить, это то, что за время разработки вашего принтера, а это может пройти месяцы, возможно, даже годы, вы затратите на это, ну, огромное количество своих ресурсов, своего времени. И тем самым вы, возможно, не будете успевать работать на основном месте работы. На своем. Понимаете, если вы это делаете в нерабочее время, допустим, это один момент. Если в рабочее время, то есть, ваше рабочее время может стоить дороже, чем то, что вы занимаетесь производством нового принтера, который по факту можно пойти с углом где-нибудь и купить. Там, за какие-то там сотни тысяч рублей. Понимаете? И уже после покупки, уже на следующий день, вы можете с ним уже создавать какие-то детали. И, по сути, вы уже будете в бизнесе в этом. Понимаете? А когда вы создадите свой принтер через полгода, возможно, уже устареет. Немножко хотелось бы поговорить о вас. Вы закончили Белорусский национальный технический университет. По какой специальности? Инженер-механика. А, в принципе, специальность, как это называется, так и называлась. Гусеничная техника. Сельскохозяйственная гусеничная техника. Отсюда и возникает интерес, как вы пришли, вот, собственно, в ваш путь, именно, перед тем, как стать адептом аддитивных технологий. Как бы вы его описали? Ну, как обычно, многие приезжают в Москву ее покорять. Вот, мне посчастливилось работать в одной из уважаемых компаний, которая, в принципе, в свое время, это компания Solver, в свое время продемонстрировала российскому рынку, как нужно подходить к выбору технологий и оборудования. Ну, честно говоря, не могу сейчас точно утверждать, возможно, восприятие в мире сейчас, ну, вернее, в российском, значит, у россиян немножечко изменилось к этому, но мне кажется, что на тот момент в компании предлагали очень здравый, и мне кажется, такое очень насущное предложение, когда выбор оборудования, чаще всего тогда мы предлагали оборудование, это ЧПО-оборудование, металлообрабатывающие станки, мы предлагали не продажи оборудования и оставляя заказчика ТТТ наедине со станком, так делали многие компании на тот момент. Мы предлагали подход, связанный с проектным управлением и проектным предложением. То есть мы предлагали оборудование в составе проекта, вернее, даже предлагали заказчику виртуальный проект, И в результате этого виртуального проекта мы вместе с заказчиком проходили путь. Начиная от проектирования изделий и заканчивая разработки технологий и создания управляющих программ. И после этого мы уже подбирали оборудование вместе с заказчиком из имеющейся нашей линейки оборудования. И это был такой согласованный этап рабочий двух команд. Нашей команды и команды заказчика. Когда мы вместе, те обучались, мы их обучали и обучались сами. Это же непрерывный процесс. И тем самым мы предлагали рынку действительно стоящий продукт, который подразумевал под собой инженерию и консалтинг одновременно и с поставкой оборудования. И все это мне очень нравилось. И я в этот процесс очень сильно влюбился. И именно с таким подходом я стал подходить уже к работе с моими заказчиками. Когда вы впервые столкнулись с аддитивными технологиями? Это был 2003 год. То есть я сразу как пришел в компанию, сразу же увидел видеопринтер и мне это безумно понравилось. В 2021 году вышла ваша книга «Аддитивные зарисовки» или «Решение для тех, кто не хочет продолжать терять деньги». Первый вопрос, который возникает, почему именно такое название? Как я нашел это название? Первая часть названия книги «Аддитивные зарисовки» пришла абсолютно логично. Потому что я до этого многие годы развивал канал, который так и назывался «Аддитивные зарисовки». И туда приглашал всех неравнодушных к аддитивным технологиям и вообще в целом приглашал тех, кто неравнодушен к каким-то инновациями, хочет что-то изменить в своем бизнесе для того, чтобы не терять деньги. Вот второе название, поэтому и пришло отсюда. Потому что не всегда всем понятно, что такое «Аддитивные технологии» сегодня. И порой то второе название в книге, которое присутствует, оно и раскрывает смысл. То есть здесь в ней я говорю об инновациях в «Аддитивных технологиях» и подсказываю, рассказываю, как с помощью этих инноваций можно начать зарабатывать деньги. Три причины, на ваш взгляд, почему ее должны прочитать наши зрители. На самом деле я получил от моих читателей уже достаточно много отзывов и сложилась у меня достаточно такая объективная картина по поводу этого источника информации. Я, честно говоря, очень переживал, когда книга вышла и всегда любой автор будет переживать по поводу своего продукта, как он реализуется, как он продается, интерес возникает или нет к нему. Я переживал. Но в какой-то момент времени я перестал это делать, потому что отзывы были достаточно хорошие. И то, что я хотел в книге реализовать, у меня, к счастью, получилось. Что я хотел реализовать и почему эта книга может быть интересна вашим зрителям. Первое. Она написана простым языком. Языком не науки, а языком рядового потребителя, для которого важно понять смысл работы технологий и использования тех или иных материалов. Поскольку, возможно, зрители уже сталкивались с огромным количеством литературы, которая есть по аддитивным технологиям. Я постоянно, например, слежу за научными публикациями и иной раз приходится часами разбираться в том, что там написали ученые. И порой даже не заканчиваешь чтение статьи, потому что в какой-то момент времени ты понимаешь, что все, не осилля, дальше не могу. И я для себя выбрал достаточно простой способ изложения, чтобы это было понятно всем, начиная от школьников-студентов и заканчивая тем, у кого чаще всего очень мало времени, это руководители предприятий. Им нужно получить исчерпывающий набор инструкций и информации, которые будут в максимально сжатом виде представлены, без какого-то пафоса и без какой-то воды. Вот, мне кажется, это получилось сделать. Вот, если вы будете не только следить за публикацией по аддитивным технологиям, но попробуете найти источники крупных консалтинговых агентств, вот, вы увидите, что это книги с сотнями страниц, вот, с огромным количеством информации. Которые, вот, лично меня, вот, поначалу, да, хватало на несколько десятков страниц. Дальше я либо о книге забывал, вот, либо по каким-то причинам я переставал читать дальше, потому что, ну, весь этот объем информации через себя провести очень сложно и запомнить. Вот, ну, вот, в моей, там, двухсотстраничной книге, вот, я постарался обойтись без воды и представил одни из самых важных, на мой взгляд, вот, технологических, технологий, которые сейчас уже коммерциализированы, там, более 20 технологий, и с помощью которых уже можно сегодня зарабатывать деньги. Как я уже говорил, безусловно, этих технологий гораздо больше сегодня существует, но многие из новейших технологий пока еще недостаточно хорошо представлены на рынке, и я боюсь, что это оборудование недостаточно хорошо, вернее, как недостаточно надежно. То есть, пока еще с ним опробовать зарабатывать деньги, наверное, будет проблематично. А вот с первой двадцаткой, которая изложена в книге, вполне. Что бы вы посоветовали будущим абитуриентам, почему они должны идти учиться или работать в область аддитивных технологий? Ну, прежде всего, наверное, по своей практике я встречался, знаю очень много людей, кто в аддитивные технологии настолько влюблены, что ни под каким предлогом не хотят отказываться от этого направления. Независимо от того, что, возможно, они не зарабатывают достаточное количество денег, недостаточно они хорошо раскрыли там свой потенциал в текущий момент. Возможно, это тоже одни из будущих Илонов Масков, да, и те, кто разрабатывает какие-то новые технологии. Кто знает? Мы посмотрим, увидим их. По сути, эти люди должны быть влюблены в аддитивные технологии, должны быть интересно заниматься 3D-печатью и находить что-то новое в инновациях, изобретать новые инновации. Ну и второе, наверное, они должны видеть тот потенциал, который должны перенести аддитивные технологии в наш мир. Вот я, например, этот потенциал вижу, и поэтому на протяжении 20 лет, более чем 20 лет, я этим направлением занимаюсь. Конкурс. Мы разыгрываем книгу «Аддитивные зарисовки». Чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо быть подписанным на группу ВКонтакте или телеграм-канал. Вся информация будет выложена там. Выписывайтесь на канал. Спасибо.